История этого живописного села похожа на историю многих других населенных пунктов Крыма. В 18 веке часть местных жителей выселили в Приазовье, а в 20-м почти все село, преимущественно состоявшее из крымских татар, отправили в далекую Среднюю Азию и на Урал. Сегодня жители Коза делятся своими воспоминаниями о том, какими были их родные места до депортации. История Коза делятся своими воспоминаниями о том, какими были их родные места до депортации. Академик и путешественник Петр Паллас, посетивший Крым в конце 18 века, восхищался мастерством местных виноградарей. Все вышеописанные долины покрыты самыми превосходными и плодородными виноградниками. Татары этих мест по справедливости считаются лучшими виноградарями в Крыму. Петр Симон Паллас. Именно в селе Коз выращивали уникальные сорта винограда, популярные далеко за пределами Крыма. История села Коза берет свое начало со времен Византийской империи. Старейшая из сохранившихся здесь сооружений – храм святого пророка Ильи, датируемый XI веком. В селе Коз было две мечети. Ни одна из них не сохранилась до наших дней. Но зато возведены две новые. Село Коз окружено Византийской империи. величественными скалами, каждая из которых имеет свое название. С природой этих мест связано много легенд. В конце 19-го года. В селе Коз проживало около тысячи человек, из которых более 800 были крымскими татарами. Козда 180-200 крымскими татарами. В селе Коза берет и крымскими татарами. В 1944 году село Кос было переименовано в Лагерное, а спустя два десятка лет – в Солнечную долину. Однако об исконном названии Кос напоминает Стелла на въезде в село. Ее автор – известный крымско-татарский скульптор Ильми Аметов. Он же создал памятник погибшим во время Второй мировой войны Косцам. Этот памятник был установлен где-то в 2005 году. Решили установить на том месте, где раньше стояла мечеть. Около мечети росла большая шелковица. Когда мы вернулись с депортации, это была высохшая спиленная шелковица, торчал ее пень Ильми. Тогда Рабин Аметов сделал символ того, что это возрождение, возвращение народа своим истокам. И вот эта ветвь, как будто снизу новая пошла, обливая новые ветви, ожила эта шелковица. Сегодня крымские татары составляют четверть населения Коза. Среди них уроженцы села, а также их потомки. Это дом моей мамы. В 1944 году из этого дома их депортировали. Печальное зрелище, конечно. Подходя сюда, каждый раз испытываешь боль за то, что с нашим народом натворили в то время. Я сюда всегда хотел вернуться. Еще ребенком первый раз сюда я приехал вместе с родителями в 1970 году. И тогда вместе с мамой мы часто приходили сюда, гуляли около этого дома. Когда меня спрашивают часто, почему именно сюда приехал, здесь мои корни, здесь жили мои предки. Здесь горы, лес, море. Это Крым. Субтитры создавал DimaTorzok